Хотим жить в сказке, признаются жители 64-го дома на улице Максима Горького. Люди сами создают красоту в своем дворе. Каждый год высаживают новые виды цветов. Пока здесь только сиреневый рай, говорит Елена Брендлер. Но скоро буйным цветом зацветут и другие растения. Это я вам даже устану перечислять. У меня там розы, астры. Здесь посадили еще гладиолусы у нас. А что еще? Ну и цейни, бархатцы – это как бы вообще уже такой рядовой. Инициативным жителям помогает и управляющая компания. Чтобы двор выглядел ухоженно, с начала весны объявили войну сорнякам. Это не только для красоты, говорят специалисты, но еще и уничтожение аллергенов. С сорной травой косари справляются в считанные минуты. Покос травы будет в течение всего лета, в зависимости от того, как она у нас будет произрастать. Пока не будет снижения уровня роста травы, до этого момента по всем дворам будем обходить также покосить траву. Во дворе на улице Авроры уже приступили к посадке цветов. Сорта подбирали тщательно, чтобы растения радовали жильцов не один год. Лилейник и ландыши – это многолетние. Ландыши, они очень хорошо разрастаются и они любят именно тень. Поэтому решили, что именно сюда посадить эти сорта. За полчаса работы в вазонах и клумбах появились десятки саженцев. Растения предоставили бесплатно. Это подарок жителям. Мы решили тоже поучаствовать в этой программе. Выбрали самый большой двор в нашем обслуживании. Решили его украсить. Это является подарком, просто чтобы людям было приятно, чтобы они видели, что мы участвуем. Программа «Цветущий город» принята по инициативе главы Самары Олега Фурсова. Украшать самарские дворы, парки и скверы будут в течение всего лета. В этом году в городе запланировано увеличить площадь цветников до 20 тысяч квадратных метров. Свой вклад могут внести и жители. Администрации всех внутригородских районов проводят конкурсы на лучшее озеленение придомовых территорий. К участию приглашают всех желающих.